вышла получше встречать а он уже подъезжают моментально только я вышла они уже тут пять минут не ехали 747 я рассчитаюсь ты говоришь в маме хочу домой домой к маме домой к маме маме только туда на небеса снег снег ребята у нас пошел снег идет снежок его палыча встрянула болезненного выписали машинка такая же как у нас пришла лада гранта кросс как наша сел бит как себе за рулю селся что вы давай нас тут варят что-то у нас тут варят жарят чё на забегал нажимать едет а едет домой хочу хочу вина хочу на ручку мясно не смотри за все же это варят там у нас или монтирует что ли какие дойдут а лестницу перила что ли можем сломал перила здравствуйте хоть палыч ой ёшкин кошки макарёшкин сейчас это на самом садусь наташа выходит сама и он выходит забрать синтон ну так что я говорю я прокрутился врач сказал то только через месяц ну ладно сделаете ну а я вместе тоже испугался думаю смотрю по коридору идет врач который там женщин лечит я грузинить пожалуйста я говорю скажите мне подскажите проконсультировать я говорю так как он еще делал гриб говорю это на ну а сейчас предлагают самое дело тетка вида нога только через месяц вот видишь какой грамотный я тебе говорю ой блин выписаться там вы сразу будет при мне две женщины подняли руки все вы можете собирать вещи сейчас документы принесут не такой доктор я говорю это самое странный как ты сразу мне звонит мне предлагают прививку от к вида сделать я согласился эту прививочку от к вида делать яку свою чё вау полл depth or librochi четырнадцатого числа сделали прививку от гриппа только что сделали нам через месяц только можно сделать вот а он сказал можно я будут ко мне телефон его телефон звоню доктору минутаки так и так говорю ну вот только штума делаю так ничего не она такая гармошна или ничего так не знаю я буду буду последствия какие ли не будут мы возможно будут вложить getty вы не скажите конкретно можно делать или нельзя сейчас прививку делать. 14 дней всего прошло. Так я не знаю. Врач сразу сказала, говорит, только через месяц. Ну, так. Видишь, вот как? Она идет, говорит, я уже так и так думаю, все равно спрашиваю. Ну, вообще, вот так вот великая тупизна. Я говорю, мне нужно укол сделать. Молодой? Вот возьми у нас молодой, да, наш доктор. Вообще умница, умница, прекрасный доктор, да. И вот такой в стационар, наверное, отправили его, потому что здесь он не один. Если что, он залечит до смерти, так помогут, спасут другие врачи. Ну, вот. И он мне конкретно ничего не сказал. Так он же дал согласие. Он же согласился. Я говорю, он сейчас головой по стенку будет биться. Так что, согласился он? Я говорю, вы-то как доктор скажите. Можно делать? Так я не могу ничего сказать. Я говорю, так впоследствии. Я не могу, может, будут, а может, и нет впоследствии. Я говорю, никаких прививок не делай. Через месяц пойдем сделаем. Видишь, в коридоре спросил врача. Оказывается, не только через месяц. Что за врачи-то такие? Откуда его? С какой луны свалился-то опять? Ну, это сразу. Сразу, сразу. Раздевайся. И я все в стирку бросаю. Вот, ребята, сейчас вызвала такси Яндекс. Юля мне говорит, вы, почему мама не пользуетесь Яндексом-то, приложением-то? Он у меня не скачет на приложение, я по номеру телефона вызвала. 116 рублей. А туда вызвали мы Снежок. Палыч, я послушала. Снежок, вызови Снежок-то, позвони. Вот. 190 в ту сторону ехал. 190. И 116. Есть разница? Хрен и палец. Три километра еле набегает. 2,900. Ёпта, за 4 литра можно уехать на 80 километров. Парень приехал, точно такая же машина, как у нас. Точно такая же. Лада Гранта Кросс, точно такая же. Белая, а свет там, главное, такая. Я говорю, один в один машинка наша прискакала. Хочет. Я говорю, Палыч, садился бы, доехал. Он говорит, а как к себе домой, говорит, сел? Как к себе домой, говорит, сел. Ну, все, давай мыться, Марш. Вот такой, ребятушки, легкий ужин у нас сегодня. Палыч из больницы пришел. Надо чем-то его кормить на ужин. Я бы, конечно, готовить себе ничего не стала, но вот приготовила сосиски и овощи на пару. Все отварное. 109,7. ПП, да? Весился ты, да? Да, сейчас, на весах, там даже порвется. Ты что, скинул, значит, посмотри-ка. Я что тут посиделил. 112 ты уходил в больницу. 112,4,6. Сейчас 109,7. Ну, 3 килограмма скинул. Больницу, ну, на пользу тебе больница-то. Ну, ладно. Спасибо, да. В общем, так вот. Надо вот так питаться без хлеба и вот такое все легонькое, чтобы... Нет, цирконию потом. А, может, соку томатного пьем? Ну, как хочешь. Ну, или хочешь, давай цирконию сделай. Здорово. Давай, давай, давай. Доброе утро, дорогие мои. Всем-всем привет. Принесла Палычу таблеточки. Утренний эмоцион. Спасибо. 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 С утра тут свои опять мультики, сказки свои тут по телевизору и говорит мне. Надо. Женщина говорит, это я красивая? Я говорю, почему мне свои прелести не показывать всем остальным? Я же красивая. Нет, это он уже сейчас раскрывает, да? Ноги, прическу, грудь, там все. Видите, какая я встала, какая я красивая. Это он уже раскрывает сейчас. Я захожу, значит, подала ему, он и говорит, надо свои прелести показывать. Я говорю, ты о чем? Он, ну, вот какие прелести у тебя есть, надо показывать. Я говорю, кем она должна показывать свои прелести. Вот он и раскрывает, что по телевизору говорят, что какие прелести есть. Мне показывать. Тебе? Все, начинаю, я уже показываю тебе. Он уже соврался, сидит, надо, сейчас меня повезет, скажите, на физиопроцедуру, а я еще в ночной рубахе хожу, брожу. Позавтракали, посуду помыла и брожу еще в ночной рубахе. Вот прелести, смотри, какая прелесть. У меня ночная рубашка. Ноги, прическа, руки. Не переодеваюсь. Я, конечно, себе такого не позволяю, но я сегодня просто, что позавтракали и думаю, надо сразу же скакать. Ладно, я пойду, надо носить. Смысла нет у меня, думаю, тут в халат забираться или во что-то, да? Вот думаю, я пока посовращаю Палыча, пришел из больницы, так надо посовращать теперь его, тем более, надо прелести показывать. Значит, с утра теперь буду ходить не глиже, буду ходить в костюме Евы. Тики-так, тики-так. В костюме, завтра будет завтрак у нас в костюме Евы. Так что, Палыч, ты готов? Так, точно. Всегда готов, да? Прелести должны быть всегда наружу. Понятно. Так, а твои прелести, когда я буду... А твои, когда прелести, я буду смотреть? Когда? В бане. В бане? Блин, значит, до следующего лета не видать прелести Палыча. Морозит сегодня. Туман. Вон какой туман, видите, вот там далеко. Вообще ничего не видно. Ой, в Крыму все в дыму ничего не видно. Ну, у меня, слава богу, водитель личный выписался. Стоит машинка, меня уже ждет. Ой, как хорошо все подмерзло. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Вот эти лужи все вымерзнут. Дождались любимых своих морозиков. Ой, все, хрустит под ногами. Так хорошо. Красота, красота. Да, вот такая погода. Пусть бы и не таяла. Пусть бы был мороз уже. Не оттаивало бы большого тепля. Седайте, девушка. Машина прогрета. Что вы говорите? Соседаю. Моя хорошая, любимая. Хорошо заводится. Все, и музыка играет. Соскучился я по тебе, дорогая моя. Ох, как хорошо едет. Поехали, говорит, моя дорогая машиночка. Соскучился? Да. Куда рванем, Палыч? А, к черту, на колечко, на седьмую гору. Куда рванем, на дачу ехать надо. Вишня еще у нас не закрыта, на вишню закрыть. В выходной поедем. Ну, мороз все-то легкие. А с какого, с понедельника опять или с когда? На выходные, говорят, плюс шесть. Плюс шесть опять будет. Сейчас-то сколько градусов? Сколько ты смотрел? На, в интернете посмотреть. О, Архангельсков сказал, что утром четыре, а было самое по телевизору три градуса, показал Архангельск. Ну, чувствуется, что морозить прям так хорошо. Ну, чуть-чуть. Прям дышится легко, такая красота. Похрустывается под ногами. Снегу, снегу еще хочу. Снегу, снегу. Палыч, с приходом. С приходом. Палыч, я тебе чуть не изменила. Ну да. Да. Это как это так получилось? Представляешь себе? Придется пойти на разборки. В физиокабинете. В елки-палки, еськин глаз. В физиокабинете сейчас еще. Через конепасблок на кофель-нагель сразу же и на бус-плит одену. Будет иметь бледные виды, тонкие ножки соперник. Кто же такой вас чуть не соблазнил? Да. Сейчас оказывается, в физиокабинете еще и интим услуги оказывают. Ой, по кочкам, по кочкам. Я, значит, пришла, ему какой-то... Срочно бежать на прогревание. Срочно бежать. Вот иди срочно на прогревание, Палыч, точно. Я обычно хожу, и лазер делают там, ну, в определенной кабинке, да? Вот имена пошли. Лазер уже появился. Не можно взять зеркало откуда-то. Ну, и имена. Лазер, да? Лазер, лазер. Ну, и имечка, да? Лазер. Да. Лазер, лазер. Редкая, но есть. Ну, и вот, короче. Ну, а нога, проходите сразу к вену. Ну, к венкурс, дернутый шторк, и все, да? Я то самое заскакиваю, а там дяденька сидит. Молодой человек сидит с молодой чемодан. Нога задрана у него загалена, нога. Огуленый. Ногу греет, сидит, значит, он это лазером. Да, я говорю, ой, извините. А нога-то привязана к чему? К чему? А, не понимается так? Да. Как увидал, так нога поднялась у него. Да, да, да. Вот. И, короче, это. Я говорю, извините, и в соседнюю кабинку. Но она не говорит номер кабинки. Иди, как обычно. Я пошла в свою кабинку, куда обычно я хожу. Вот такая. Только в кабинку засла. Говорю, ой, извините. Говорю, смешно мне, ему смешно. И она идет, ой, к мужчине. И свет погас, представляешь? Ну, как всегда, всегда бывает так. Он такой и говорит, о, и свет погас. Пушек ты такой тоже, знаешь. С приколами тоже. Я говорю, все для нас. Она заходит, я говорю, к мужчине зашла. А я говорю, и без штанов сижу. Я же лазер делаю на ведро. У меня же ведро валидок. Я же трубаки. Делать трусы. Не трусы, ребята. Брюки. Приспускаю брюки. На голое тело лазер-то делают. Я говорю, ну, все для нас. Ну, что мы там дохохотали. Короче, вот так вот. Веселая компания у нас. Придешь человеком, а уйдешь изношенной мочалкой. Палыч раздраконил меня с утра прелестями-то. А, ну, да, да, да. Раздраконил меня прелестями-то. А тут мужчина с голыми ногами, с волосатыми сидит, с голыми волосатыми ногами. Ну, вот. Как тут? Еще и свет выключили. Как тут не устоять? Как тут устоять? Как тут устоять? Да, уж это точно. Вот такие вот дела, ребята, у нас. Ой, смех и орех. Пойдите, девушка, в магазин. Низких цен. Пока-пока-пока-пока. Ну, и как всегда, расстыковочка. Пефир. Молоко. Палыч запросил. Искусственные крылья хочу. Я говорю, ну, давай. Хочешь, так ешь, возьми. Капуста морская. Ну, этот и я поем. Сделаю салатик. Так, дальше. Хлеб. Ржан пшеничный. Ой, так важно. Свеженький. Берем высокогорский хлебушек. С левого берега. И пирожок там у них купила с картошечки. Чай. Оп, падаем, падаем. Стоим. Чай. Ричард. Бесконца тоже покупаем бесконечно. Чай. Колбаса. Детям с мясом кролика. Очень вкусная колбаска вареная. Ну, взяла. Вот такие взяла колбаски. Копченые. Две пироженки. Картошка. Хотела, бывают, что таких ладов... Ну, бывает их четыре из какого-то штучек, а ладовочки нету. Вот такие. Мы гнизи попробуем. Не всегда не брала. Ну, что за пироженки попробуем. Банку кильки взяла. Так иногда покочится. Я люблю картошечки. Это хорошая килька. И конфеток своих любимых. Москвичка. Карамель в шоколаде. Ну, вот так. Это вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.